У Гомеля прошли отборочные туры буйнейших конкурсов эстрадных выканавцов. Вызначились артисты, которые отримают шанс представить наш регион на национальном конкурсе молодых выканавцов «Молодежная-2018», а так само международном фестивале «Славянский базар» в Витебске. С удельниками познайомилась Ганна Корольчук. На международном фестивале у Витебску отбор проходил по двёх номинациях. Конкурс выканавцов эстрадной песни и детячий музычный конкурс. Спеваки представили по две песни – белорусского аутера на белорусской мове и песню на выбор, якая добра раскрывая их выканальницкое майстерство. Для тех же, кто жадал выступить на сцене у «Молодежни», потребования были и иншие. Тут соперничают только дорослые выканавцы, которые выканываются на белорусской мове обеде композиции. Всё лето у склада журы был и той, кто сам колисте пройшёл прасподобное выпробование. Гамильчанин Андрей Колоса в 2009 году стал лауреатом «Славянского базара» в Витебске. Дети порой гораздо более искренние. Они ещё не научились прятать свои эмоции. И во многом ты даже сам учишься у детей быть таким же открытым, как они. Очень важен правильный выбор песни. И в том числе, помимо правильного выбора, ещё и правильное исполнение. Бывает часто ошибка, когда они берут очень известные песни, сложные по исполнению, но не получается исполнить. В моём понимании, возьмите песню проще, но спойте лучше, чем оригинал. У делу фестиваля хотим больше поспеховы, да и выканавцам путёвку на великую сцену. Журы обрала пять дорослых и пять юных спеваков. Наступный этап – продоставление видеозаписов двух песен у Министерства культуры, где напраконцы студеня выберут по 10 лепших удельников для финального отбора на «Славянский базар». Что тычется конкурсу «Молодечня», який пройдёт в червене, тут тройка представников нашего региона уже вызначилась. Это Олег Барсуков-Зветки и две гомельские вокалистки – Катярына Новикова и Таисия Серакова. Я исполняла две своих песни на белорусском языке. Одна называлась «Калыханка», а вторая песня «Потанцуем разом». Это песня из репертуара группы «Кава», которая является руководителем. Но вот сегодня я без поддержки своих ребят была одна на сцене, немножко волновалась, конечно, но как показали результаты, значит, всё прошло хорошо. Есть программы целые на белорусском языке, которые мы с группой исполняем, но эти песни как-то ближе всего, наверное, к душе. Андрей Колосов поделился с конкурсантами своими зауагами до их выступлений и дал профессийные парады.